Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Shindulife. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании. Также перед началом, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете выходить с него. Дальше, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Splash. Дальше, после того, как скачали чит, пишем в поиске Shindulife, нажимаем поиск и есть получается 5 скриптов на этот режим. Конечно маловато, но зато все рабочие. Сразу скажу, сегодня в ролике буду показывать первый по счету скрипт. Я его сегодня добавил, он работает, я уже проверил. Но минус в том, что он с ключ-системой, то есть вам придется получать ключ. Я попробую ссылку в описании оставить на этот сайт. Я не знаю, возможно вам нужно будет проходить капчу, возможно нет, я точно не знаю, как у вас это получится, но я капчу проходил. Но возможно, если перейти по этой ссылке сразу, то скорее всего покажется ключ. Короче, эта ссылка будет в описании. Также получается вот этот скрипт и вот этот скрипт, они тоже хорошие и без ключ-системы. Ну то есть в принципе, какой вам скрипт дольше понравится, тот можете и использовать. Значит, чтобы получить скрипт, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру. Дальше открываем чит. Заходим в настройки. Проверяем, чтобы у вас была включена функция FixKickError. Обязательно. Если ее не будет включено, то скорее всего через некоторое время вас кикнет с игры, и вам придется целый час ждать, чтобы зайти потом в игру. И также ставим DLL от CarNail, потому что именно с этим DLL этот скрипт работает. Также напомню то, что DLL используется с ключ-системой. Там тоже капчу проходить нужно, но ссылку уже никак не скину, потому что там капчу будет проверяться. Но там несложно, короче. Я думаю поймете. Ключ я уже сегодня получал на DLL. Значит, я просто нажимаю кнопочку Inject. И ждем, пока заинжектимся. Если Inject не проходит, то нажимаем еще раз. И ждем. Со второго раза всегда получается. Вот, как видите, получилось. Отлично. Дальше вставляем этот скрипт. И нажимаем кнопочку Exclude. Так, все, вот он появился. У меня ключ не просило, потому что я ключ уже вводил на этот скрипт. Но еще раз повторюсь, то что вот эту вот ссылку с ключом я оставлю в описании. Сразу скажу то, что единственное, что неудобно, то что он очень большой. Можно, в принципе, сделать вот так вот. Будет поудобнее, меньше места занимать. И давайте проверять функции. Значит, автофарм я проверял. Он работает. Остальные функции нет. Но мы, в принципе, сейчас их проверим. А значит, включаем автоатаку и автофарм. Короче, как видите, у меня персонаж автоматически берет какой-то квест. Начинает убивать вот этих мобов. И когда он их убьет, получается, он тоже автоматически сдаст квест. И мне за это дадут какой-то бонус. Я точно не знаю, что здесь дают. Но, короче, это работает. Долго я довольно их убиваю, потому что, скорее всего, у них очень много жизней. А у них жизнь вообще тратится, что-то я не пойму. Да, все, отлично, я убил. И, как видите, мне прибавили уровней. Также, думаю, что-то дополнительно еще дали. Только вот что, не знаю. Так, это отключаем. Убегаем. Ага, не успел убежать, окей. Так, они пропали. Все, они на место встали. Как видите, получается, автофарм полностью работает. Также есть какой-то скролл фарм. Давайте сейчас я встану на ноги и посмотрим, как он работает. Все, отлично. Включаем эту функцию, автоатаку. Так, и что происходит, пока не понимаю. Пока что непонятно, как он работает. Но, по идее, как-то должен работать. А, нифига себе, тут по стенам вот так можно бегать. Офигеть, я только сейчас узнал. Ну, а просто, если что, не играю в этот режим, я особо за него не шарю. Так что, не судите строго. Ну, короче, что-то не получается. Не знаю почему. Может быть, надо к мобу подойти. Давайте попробуем. Мне кажется, сейчас он меня опять с ног свалит. А нет, кстати. Слушайте, вот этот фарм, по-моему, даже получше. Я бы сказал, потому что здесь намного быстрее вы этих мобов убиваете. А если, допустим, еще этот фарм включить. Так, давайте его отключим. Ну, как я вижу, они, короче, ко мне подойти вообще не могут. И я автоматически их атакую. То есть, я сейчас не нажимаю кнопочку вперед, у меня просто сам персонаж бежит. Ну, короче, тоже такой прикольный себе фарм. В принципе, какой больше вам понравится, тот можете использовать. Дальше есть еще какой-то джин фарм. Давайте сейчас посмотрим. Опять сейчас я встану. Меня с ног сбили. Посмотрим, как он работает. Так, теперь включаем вот этот фарм. Получается, тоже фарм, короче, наподобие как автофарм. Но только он работает чуть по-другому, мне кажется. Он прям вплотную тпшится к мобу и начинает его дамажить. Ну, как я понимаю, как я вижу это. Но разница есть небольшая. Так, убегаем быстрее. Тихо. Зачем он за мной бежит, этот моб? Мне вообще от него убежать надо. Все, убегаем, отлично. Дальше босс фарм. Включаем автоатаку опять. И босс фарм выбираем. Так, меня тпшит почему-то на этого моба. Только я не понимаю, почему. Я же, если не ошибаюсь, это не босс или босс? Я не разбираюсь, где здесь вообще боссы есть, где нет. Вот, вот сейчас меня тпхнуло к боссу. Отлично. Я босса завалил так быстро? Да ладно. Не может такого быть. А, он меня с ног сбил, окей. Но какого-то босса я успел вынести. Дальше получается еще другой фарм. Данжен фарм. Сейчас его тоже посмотрим, как он работает. Сейчас нужно чуть-чуть убежать от него, чтобы он меня не успел убить. Так, все, убегаем. Немножко у меня даже подлагивать начало, но ничего страшного. Так, тихо, убегаем. Так, я вот сейчас прикола не понял, почему у меня начисляется очень быстро левел. В чем прикол? И почему я не могу забраться на стену? Ладно, фиг с ней. Включаем данжен фарм. Перед этим автоатаку, естественно. И проверяем, что будет происходить. Так, но меня никуда не тпшит. Окей. Скорее всего, нужно найти вот эту пещеру. Данжен, если не ошибаюсь. Это переводится как пещера, вроде бы. И в этой пещере уже, скорее всего, автоматически будете мобов убивать. Либо немножко сейчас скрип сломался, и меня не тпшит туда. Короче, ладно. Идем дальше. Дальше у нас босс-эвент-фарм. Включаем и автоатаку тоже. Меня опять тпшит на босса, но уже, по-моему, на другого. Так, меня опять вынесли. Окей. Ну, короче, как видите, все фармы работают. Ну, почти все. Кроме данжен фарм. Охренеть, меня отбросило далеко. Вот. Так что насчет данжен фарма, не знаю, вообще работает он или нет. Но другие, как видите, все работают. Дальше. Есть у нас камера лук-он-моб. То есть, она зафиксируется, получается, на мобе, когда вы его атаковать будете. Также есть год-мод. Не знаю, работает он или нет. Давайте попозже проверим, потому что скрип может сломаться, мне кажется, если включим в год-мод. Дальше есть адпоинтс. Это получается прокачка скиллов, грубо говоря. Не знаю, честно, что здесь лучше всего качать. Но, скорее всего, наверное, жизни возможно. А возможно, нет. Где вообще вот эти вот поинты? Давайте найдем их. Так, как тут открыть вот эту вот панельку, которая должна появляться? Где вот эти скиллы? Я пока что не знаю. Сейчас все кнопки попробуем. Может быть, найду. Но пока не получается. А, вот, написано меню M. Все, я не на те кнопки просто смотрел. Так, у меня получается, сколько этих поинтов есть? 29, как я понимаю. Так, окей. Значит, вот эта функция, которая, не знаю, как правильно читается, но вот здесь сокращенно ТАИ, это сила, как я понимаю. Ну, давайте попробуем силу качнуть. Включаем эту функцию и смотрим. Да, отлично, как видите, работает. И поинтов у меня оказывается намного больше. И также давайте жизни прокачаем. Так, включаем и смотрим. Жизнь тоже прокачивается. Все четко. Только я не понимаю, откуда у меня столько поинтов. Это жесть. А, у меня вообще 2000 поинтов. Ё-моё. Ну, это круто. Тогда можно сразу включить прокачку силы и здоровье. Все отлично. Прокачиваем до конца. Я думаю, сейчас меня вообще мало кто сможет убить. Но если только человек другой будет прокачен и меня, либо моб, то тогда да. Так, чуть-чуть осталось. И сейчас проверим функцию GodMod. Посмотрим, вообще работает она или нет. Так, выключаем эти функции. Отлично. Так, выходим отсюда. И включаем GodMod. Так, все. Я надеюсь, я его включил. У меня стало лагать. Скорее всего, он заработал. Единственное, что остается только проверить. Значит, тпхаемся на мобов. И смотрим, смогут они меня вынести или нет. Так, сначала квест, получается, возьмем. Так, вот они мобы. Давайте начинаем их бить. И, кстати, они меня почему-то даже не атакуют. И дамаг я им, по-моему, не сношу, да? А нет, сношу. Только они почему-то стоят на одном месте. Но, получается, функция работает. Все четко. Также можете бомбов выносить спокойно. Они вас не дамажат даже. Так, а если на боссе проверить? Так, почему-то на боссе не тпхает. Давайте на этого попробуем. Так, на этого вроде тпхнуло. Выключаем. А почему я там не появился? Что за фигня? Типа, мне сначала вот этого маленького вынести нужно, моба. Потом уже тпхнет. Я пока что не понимаю. А, вот он босс. Да, это босс. Скорее всего. Так, выключаем эту функцию. Как видели, он меня дамажит. Ну, вот, как видите, дамажит. И я не умираю вообще. Я не знаю, возможно, у меня очень много жизней стало. Из-за этого я не умираю. Но, возможно, и работает год мод. Я точно не знаю. Ну, всё, в принципе, чётко. Тогда буду на этом заканчивать. Напомню, то, что ссылка на мой сайт будет, как всегда, в описании. Пользуйтесь им. С вами, как всегда, был Айзбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи. И пока.